Ночь, улица, фонарь, дорожно-транспортное происшествие, европротокол и обращение в страховую. Казалось бы, совершенный рядовой случай, только не для страховой, а для уголовного отдела. Двое молодых людей с целью легкой наживы разыграли тщательно спланированный спектакль. Сымитировали ДТП, составили фиктивный протокол и приложили к нему такие же фиктивные фото и видеоматериалы. Но, как известно, шило в мешке не утаишь. Зарегистрирован рапорт сотрудника уголовного розыска МВД России по ЗАТО Саров о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что в действиях двоих граждан города Саров усматриваются признаки, предусмотренные частью 5 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Так в полицию обратился директор магазина электроники на проспекте Ленина. Злоумышленник брызнул в глаза продавца из газового баллончика и похитил умные часы известной марки. Следствие установило, что ограбление совершил ранее судимый уроженец Сарова, который в попытках скрыться за пределами города был задержан в одной из автомастерских Нижнего Новгорода у своего прежнего сокамерника. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста. Остаются и те, кому пока удается избежать наказания. Потерпевший сообщил, что из его автомобиля похитили аудиосистему общей стоимостью около 76 тысяч рублей. Даже несмотря на то, что, по словам пострадавшего, двери машины были надежно заперты. По факту хищения имущества возбуждено уголовное дело. Однако не только преступников приходится искать полиции. Пропавшего 28 декабря прошлого года Евгения Наумова так и не нашли. Последний раз его видели в районе городского кладбища. Если у вас есть какая-либо информация о его местонахождении, просим обращаться по номеру 102.